Укрепление межнациональных отношений между двумя соседними республиками. Этот вопрос главный на повестке дня. За одним столом муфти Северной Осетии, руководитель Миннации Ингушетии, старейшины и молодежь. Первым шагом на пути налаживания отношений, по мнению собравшихся, может стать создание общественных молодежных советов Северной Осетии и Ингушетии. Такая у нас идея хорошая – создать совместные группы остинской и ингушской молодежи, и не только молодежи, людей с опытом, которые бы создавали атмосферу в нашем обществе, которые бы реагировали быстро на такие ситуации, которые могут вызвать дестабилизацию. Во-первых. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы эти группы были центром проникновения друг друга, культур друг друга. В свою очередь, Муслим Индиев отметил, что в их полезных начинаниях будет всячески поддерживать ингушскую и осетинскую молодежь. Это показывает практика. Бытовые конфликты в пригородном районе вспыхивают нередко. А создав такой молодежный совет, ребята будут оперативно отслеживать и реагировать на различные ситуации. Также руководитель Миннации затронул вопрос о подготовке к мероприятиям, посвященным 75-й годовщине со дня депортации ингушского народа. И здесь проговорить с администрацией местного самоуправления и с духовенством Северной Сети о совместных проектах, которые готовы вместе с вами реализовать, поддержать их, какого бы направления и масштаба ни были. Мы все целые эти направления вместе с вами, эти мероприятия будем реализовывать, поддержим это направление. Старейшины сельских поселений поблагодарили собравшихся за оказанное внимание. О них не забывают и стараются всячески поддерживать. Особое внимание старшим стараются уделить Миннации и Ингушетии, которые не только решают их насущные вопросы. В пригородном районе на регулярной основе проводят сельскохозяйственные ярмарки, на которые свою продукцию представляют предприниматели двух регионов. А идеи создания молодежного совета в Миннации готовы поддержать. Миннации готовы поддержать. Миннации готовы поддержать. Миннации готовы поддержать. Никаких проблем и конфликтов не возникает в школах, где обучаются дети Ингушской и Астинской национальности, отмечает учитель Куртатской школы. Детей всегда объединяет различные мероприятия и общие достижения, конкурсы, олимпиады, праздничные даты. Для нас важно, чтобы мы дали детям знания. Это в первую очередь. И в вторую очередь мы стараемся, вернее, одновременно стараемся, чтобы привить культуру поведения, культуру экологии, и поведение свое в обществе, в школе, дома. И взаимоотношения, чтобы у них строились так, что вот они одноклассники, они вместе учатся, что это одна семья. И где бы они ни были, они всегда должны друг за друга, дружно помогать во всем и везде. Мир царит и в Куртате, и в Дачном. Здесь даже руководитель селения один. Если возникают конфликты, то это по вине приезжих из соседних поселений. По словам главы администрации Ибрагима Хадзиева, здесь могут гордиться инициативной молодежью, которая решает различные вопросы. Это оказание помощи нуждающимся, приведение в порядок территории сел и многое другое. Идею создания общественных молодежных советов Северной Осетии и Ингушетии активно поддерживают. У нас обыкновенные бытовые проблемы, которые мы решаем совместно. И осетинская молодежь, и ингурская молодежь, все в этом подключены. И спортивные мероприятия проводим, субботники проводим, там высадку деревьев. Да, вот сейчас хотят создать комиссию, чтобы молодежь совместно решали какие-то и конфликтные ситуации, не то что конфликтные, и другие ситуации. Это очень хорошо. Любое начало, оно тут приветствуется. И мы со своей стороны, со стороны администрации, со стороны молодежи, села, будем активно в этом участвовать, помогать. Я думаю, это даст результат. Действительно даст, потому что мы уже идем к этому, потому что люди стали друг друга понимать, чаще вместе общаться. Молодежь вместе общается, это уже хорошо. Наши старики-то всегда общались вместе. Какой-то период был, что они общались, но сейчас уже вроде все налаживается, действительно налаживаются все отношения наши. Подводя итоги совместной встречи, собравшиеся отметили, что между народами необходимо поддерживать мир и согласие. Только посредством этого и возможно жить в добрососедских отношениях. Также необходимо поддерживать и помогать друг другу в различных жизненных ситуациях. Межнациональные отношения – это самое важное. Когда мы говорим об обществе, говорим о жизни, то в первую очередь во главу угла ставится безопасность общества. Если есть опасность, если есть риски, если есть проблемы для проживания, то все остальное, оно не серьезно. Поэтому междунациональные отношения – это есть межкультурные отношения, это есть отношения межличностные, межфамильные. Это основа благополучия, стабильности, безопасности общества. Я считаю, что над этим надо работать всегда. Какое бы общество ни было перспективно стабильное, это разрушить всегда легко, чем создать. Поэтому мы должны работать, это должно быть правило каждого человека, в религии это прописано, безопасность человека, знание и безопасность человека. Мы с удовольствием поддержали проект, который предложен местной администрацией, это создание сквера дружбы. Мы окажем поддержку и помощь в реализации этого проекта. Очень интересное и очень хорошее направление, с привлечением различных слоев и бизнес-элит Осетии, Ингушетии, и любого состава из спонсорского такого разряда совместно построим этот сквер дружбы. Считаю, что такие встречи, они имеют очень полезные и далеко идущие цели, и будут иметь свою позитивную динамику. Такие встречи мы будем проводить и в других населенных пунктах, пригородного района совместно с Миннацем Осетии. После муслим Индиев посетил школу в Дачном. Это учебное заведение названо в честь известного ингушского писателя Джамалдина Индиева. Свыше 500 детей ингушей и осетин обучаются в школе. Здесь никого не делят на нации и вероисповедания. То, что дети ингушские и осетинские вместе учатся, я думаю, в этом месяце большой плюс, потому что и тем детям, нашим ингушским, и осетинским детям тоже интересно. Они начинают друг у друга учиться языку, обычаям каким-то. Какие-то наши обычаи для них чужды, но им это очень интересно. Какие-то обычаи, например, в осетинске нашим детям тоже интересны. Плюс к этому еще и какие-то праздники, которые интересны детям. Идея создания общественных молодежных советов Северной Осетии и Ингушетии, отмечают жители этих сел, несомненно, принесет положительные результаты, когда в итоге можно будет увидеть действенную и сплоченную молодежную группу, которая будет известна как в Ингушетии, так и в Северной Осетии. Светлана Томова, Ислам Арапиев. Новости 24. Продолжение следует...